МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город». Время говорить коротко о содержании сегодняшнего выпуска. А куда вы без воды? Жители деревни Секиотова оказались заложниками начальников от ЖКХ. В фантазию долой у Дашковой песочни досрочно прекращается договор аренды с парикмахерской, которая работает по программе «Забота». Кому это надо? Люди, страдающие от тяжелых заболеваний, могут остаться брошенными на произвол судьбы. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. На днях в нашу редакцию обратились жители деревни Секиотова Рязатского района. Жалуется народ. Отключили им воду в домах. Да и только. Ранее люди платили за воду напрямую водоканала, а ныне местные власти им устроили водную феерию, представив некую посредническую организацию. Вот, дескать, теперь вам водные короли, сколько заломят, столько и заплатите. Типичная ситуация для России матушки – установить этакий финансовый фильтр, чтобы отсеивал из народных средств денежки. По принципу – это им, а это нам. В Секиотово выезжала Ирина Ковалева. На прошлой неделе жители деревни Секиотова на несколько дней остались без воды. Казалось бы, обычная ситуация, с которой ежедневно сталкиваются, в том числе и жители города. Разница лишь в том, что взять воды на хозяйственные нужды этим людям негде. Да и уверенности в том, что воду им снова включат, нет. Официальная причина отключения – задолженность по оплате. Однако люди платить готовы, но не через ту управляющую компанию, которая обозначает просто нереальные цены. Ценники сделали по 32 рубля, без копеек, за куб. Но это нереально, это нигде такого нет. Я не знаю, что здесь творится. Вот отключили, трое суток не было воды. Детский сад был закрыт. У всех маленькие дети. У меня у самого два внука со мной живут. Не постираться, не помыться. Я не знаю, что здесь творится, что администрация здесь творит. Кроме того, управляющая компания, навязчиво предлагающей свои услуги, даже не скрывает истинных своих целей. Им даже задали вопрос. А вы что хотите, за наши деньги покрыть ваши долги? А он так и сказал, начальник, он или кто был? Экосистема. Он сказал, да. Прямо так и сказал, да. Если вы зарабатываете, будете платить, а если будет прорыв, будет еще за вас счет ремонтировать. Сделаем по 60, все равно будет на плате. А мы все живем пенсионеры, у нас таких денег, даже мы сами себе и не обслуживаем. Это что? На сегодняшний день у жителей деревни Секиотова к властям только одна просьба. И мы просим, чтобы нас отдали водоканалу. Мы ездили к директору водоканала. Он, в принципе, не против. Если администрация района передаст администрации города, а потом город уже передаст муниципальное предприятие водоканала, то я с удовольствием вас возьму и буду обслуживать. Так было, рассказываю. В итоге жители деревни были вынуждены обратиться в прокуратуру. И только после этого вода появилась. Но вскоре ее снова отключили. Сколько еще это будет продолжаться, пока не может ответить даже прокуратура. Хотя нам обещали обязательно в этом разобраться. Ну а мы будем следить за развитием ситуации. Продолжаем программу. Еще один странный с точки зрения знающих людей закон грозит большими и неразрешимыми проблемами. Итак, в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан, в 2014 году предполагается передать функцию по закупке лекарственных средств для обеспечения высокозатратных заболеваний в регионы. Финансирование будет происходить за счет пособий из федерального бюджета. Что из этого может получиться? Вот компетентное мнение. Ну это чем грозит? Это грозит тем, что вместо, скажем, 20 конкурсов на эти дорогостоящие лекарства будет разбито на тысячи конкурсов этих. А это означает, что партии заявляемые будут меньше. Значит, поставщики цены могут взвинтить в два раза. А это значит, возможность закупать эти препараты уменьшится в два раза. Это значит, жизнь таких больных, не только больных гигиомофилией, мы же входим в программу семейной залоги, еще семи круп больных катастрофически ухудшится. Продолжаем программу. О поддержке малого и среднего бизнеса сейчас во власти не говорит только ленивый. Да и ленивый, кстати, говорят, не остановишь. Суровая чиновничья служба заставляет. Но опять-таки, как уже было отмечено, дальше разговоров дело идет редко. Пример тому ситуация, сложившаяся вокруг безобидной, старинной и очень доступной. В плане оплаты услуг парикмахерской «Фантазия». Это в Дашково-Песочне. Выселяют объект инфраструктуры из помещений, да и все тут. Хотя срок аренды заканчивается только в 15-м году. О суровой реальности, с которой столкнулась «Песочинская фантазия» в репортаже Глеба Галушкина. Парикмахерская «Фантазия», расположенная в многоэтажном доме на улице Новоселов, рядом с Александр Невской церковью, работает уже больше 30 лет. Уже поколение местных жителей регулярно заходит сюда привезти в порядок прическу. Привыкли уже, да и недорого. Кстати, недавно парикмахерская стала участником городской социальной программы «Забота». И все бы хорошо, да вот только неожиданно для работников «Фантазии» городской комитет по имущественным отношениям заявил о необходимости расторгнуть договор аренды и покинуть занимаемые помещения. Писали письма, собирали подписи наших клиентов неоднократно. Но никакой конкретной защиты мы не увидели. Клиенты парикмахерской, так же как и ее работники, искренне удивляются, почему это вдруг городские чиновники решили уничтожить парикмахерскую. И на протяжении 20 с лишним лет я хожу в эту парикмахерскую. Здесь не один коллектив сменился, но парикмахерская на месте. Обслуживание прекрасное и очень обидно, и жалко, что хотят это помещение отобрать. И люди куда, а мы куда. Это будет очень жалко и обидно, потому что мы уже все привыкли сюда ходить, и нам это очень удобно и хорошо. Наша просьба не оставить коллектив на улице, обеспечить по возможности работу 15 сотрудникам, которые являются чисто женским коллективом. Многие имеют несовершеннолетних детей. То есть хотелось бы, чтобы наша просьба была услышана. Вчера в селе Поляна Рязанского района, где расположен городок для приемных семей, прошел праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Рассказывает Оксана Тебенихина. Этот коттеджный городок в селе Поляны предназначен для многодетных приемных семей. Появились желтые домики благодаря работе и полной финансовой поддержке благотворительного фонда помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» при взаимодействии с правительством Рязанской области. Наша съемочная группа присутствовала на встрече основателя фонда Елены Тимченко с губернатором области Олегом Ковалевым. При содействии Министерства образования Рязанской области нами заложены основы для школы приемных родителей и обучения службы сопровождения, которые будут существовать на базе школ-интерната в поселке Поляны. К сентябрю мы рассчитываем отремонтировать нужные помещения, которые мы будем использовать, и школа начнет работать. Сейчас в поселке проживают 11 семей, 22 родителя и 56 детей. 40 из них – приемные. Семья Зайцевых была одной из первых, кому было предложено вселиться в двухэтажный обустроенный коттедж. Пока вроде бы заключили договор, который всеми заселены, для того, чтобы прописать у нас все это. А так будет заоциссирование все заключалось, когда заселятся все полностью. У нас вот старшая девочка, она уже давно и была прописана по совхозу Рязанскому. Мы там жили, проживали, мы постоянно прописаны. Она была временно. А здесь она сейчас постоянно. Да, уже и поликлиника, и школа, уже официально все для нее. Допустим, можно в санаторий какой-то отправить или еще. А там она была временно прописана. Временное жилье – это тоже для ребенка. Помощь в виде предоставления комфортного жилья будет оказываться семьям до того момента, пока младшему приемному ребенку не исполнится 21 год. Мы только создаем основы приемной семьи. И как дальше будут развиваться события, каким образом государство будет законодательно укреплять этот институт, каким образом будут работать благотворители и власти, значит, это дело перспективы. Давайте мы сначала разовьем то, что мы вот создали. И увидим, насколько это закрепляется, и что важно. Не исключено, что когда-нибудь со временем можно будет говорить о переходе там этого жилья кому-то в собственность. Но для этого нужно иметь объективные обстоятельства. Сегодня мы должны дать семье возможность хорошо жить спокойно и воспитывать детей. Разумеется, высокие гости решили своими глазами посмотреть, как живут семьи в ключе. Очень радует, что в нашей области появилась подобная модель социальной поддержки нуждающимся. Хочется надеяться, что таких вот коттеджных поселков в будущем станет больше. Да и социализация приемных малышей в благоприятной атмосфере будет проходить легче и быстрее. На сегодня все. Увидимся вновь завтра в эфире программы «Время говорить». Хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова